В марте 2022 мы начали активно заниматься англоязычным ютубом, и всего за 6 месяцев мы заработали 10 тысяч долларов. Что сделал я, чтобы заработать столько, и что нужно сделать вам, чтобы заработать еще больше? Ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на Movavi Vlog, меня зовут Влад Козыра, я ютуб-продюсер этого и многих других популярных ютуб-каналов, не будем терять ни секунды. И начинаю показывать первый ютуб-канал, мы завели его по приколу, это не первый канал, который мы завели по приколу и что-то заработали, сняли 5 видео, ниша кино. Суть роликов заключается в том, что мы снимаем о том, как были сняты те или иные популярные голливудские блокбастеры, но без спецэффектов. Мы сразу зашли в Человека-паука, на хайпе Человека-паука, набрали на этом ролике 836 тысяч просмотров, заработали 595 долларов. Фишка была в чем? Словили моментальный тренд Человека-паука, сделали хороший байт, который потом у нас, кстати, украли другие популярные ютуб-каналы. Долго внимания заострять на этом канале я не буду, ничего особенного, 5 роликов получили монету, заработали 600 долларов. Сейчас этим каналом не занимаемся, поэтому собирайте 5000 лайков под этим роликом о Movavi Vlog, и мы, может быть, разыграем этот ютуб-канал между вами, нашими подписчиками. Почему бы и нет? Насыпайте лайки за то, что я вам рассказываю такую классную инфу, и двигаемся дальше. Этот канал мы тоже создали по приколу, канал 94 фит, 94 фит, you know. Вообще, я сделал этот канал, чтобы человек, который учился в нашей команде, это был начинающий сотрудник, чтобы он просто смог освоить алгоритмы ютуба. Вложений в этот канал было минимум, простые нарезки роликов, минимальная озвучка от нашего любимого Арсура Вайнера, и как результат мы сделали 10 видосов, потом их перезаливали, и сейчас этот канал суммарно заработал 3000 долларов, то есть суммарно мы заработали уже 3600 баксов. Снова получили монетизацию максимально быстро, нашли слабые точки, что мы сделали в этом контенте, зашли с футбольными байтами, все сделали максимально просто. Вот я вам сейчас покажу какие-нибудь футбол моменты. Видите, да, момент, где Киштяна Роналда целует судью, мы такие, ооо, камон, а почему такое не могло произойти в NBA? В общем, мы сделали ровно то же самое у этого ролика, 65 миллионов просмотров, у нас сейчас 2 миллиона просмотра, не знаю, может быть будет больше, заработали с этого видоса 1744 доллара. Да, напомню, что мы все, что делали, это создали примерно 10 роликов и тесовали их просто под разными обложками, мало ли там моментов было, в общем, суть заключается в том, что в таком контенте все, что вам нужно, это сделать какую-то универсальную сборку там моментов в NBA, в футболе, в спорте, неважно где, есть огромное количество каналов, типа Гиперлуп и все остальные, Golden Hoops, тоже по NBA, где просто чуваки делают какую-то дефолтную нарезку и есть какой-то превьюшечный момент, да, то есть они что-то бахают в превью, потом этот момент нарезают в интрушке, его обрывают в самом нужном месте и потом вставляют в самом конце ролика. Самая базовая механика удержания и все, что вам нужно делать, вот миксовать эту дефолтную нарезку и менять под превью, да, какие-то эпизоды. То там у нас в Celebrity делали, а, они смотрели NBA матчи, то есть опять же, да, мы ничего не придумывали. В общем, суть очень проста. Да, берем что-то с похожей ниши, точно такой же и переделываем. В прошлых роликах я вам объяснял, как обложки на Movavi влоге и у наших клиентов, там, Гитарда или Дениса Магеладзе, абсолютно одинаковые обложки. Они разные, там разная композиция, разный текст, яркость, контрастность, все прочее, все эти вещи, которые никак не влияют на эффективность превью. Главное, что там был один и тот же эпизод, то есть одна и та же суть, одна и та же механика закрытия в байт. И здесь мы просто берем механику, которая уже работает, да, не вот эту, ни в коем случае вот эту. Epic Reactions in Football и делаем Epic Reactions in Basketball. В общем, все максимально просто. Главное в этом контенте с нарезками просто добавлять какую-то озвучку. Если даже вы не суперпрофессиональный диктор и плохо говорите по-английски, вот записываете пару слов, все бинго-бонго, все работает классно и круто. Мы делали еще много роликов, какие-то собрали 60, 50, 10 тысяч, 7 тысяч, 6 тысяч. Но это все несерьезно, это все неинтересно. Самое интересное это то, что сейчас, когда мы на этот контент не создавали ничего достаточно долго, да, то есть, ну, мы тоже создали этот канал и такие, ну, ладно. И сейчас начался сезон в баскетболе. Как следствие, популярность NBA резко возросла, да, то есть межсезонку ее смотрело явно меньше людей, чем смотрит сейчас. Как следствие, канал начал расти, и мы такие, о, мы вспомнили про этот канал, он снова приносит нам 100 долларов в день. Можно что-то на него пилить, да, что-то похожее на какую-то серьезную историю вырисовывается. И самое крутое, что, в принципе, за 4 месяца существования канала, такого серьезного, вот такая динамика по доходу. В октябре тут явно получится где-то под 2000 долларов. Ну, вообще, я считаю, что классно. Но все это, это были какие-то YouTube-каналы по приколу. Дальше будет намного интереснее, числа будут намного интереснее для вас, и советы, соответственно, тоже. Но важный момент, который бы я хотел сказать по поводу 94 фид, это то, что создавать такие видосы стало максимально легко и быстро. Не нужно покупать дорогостоящие оборудования, не нужно покупать дорогой компьютер, профессиональные программы. Все потому, что сейчас существует Movavi Unlimited. Movavi Unlimited это вообще must-have для любого начинающего и даже не начинающего ютубера. Лично мы сделали все ролики в видеоредакторе Movavi. И самое крутое Movavi Unlimited это то, что вы можете не только монтировать видео в Movavi видеоредакторе, вы можете записать экран, например, с помощью Movavi Screen Recorder, сконвертировать видео, если вы записываете видео, например, как я сейчас на телефон в Movavi Video Converter, а кто записывает на iPhone, тут понимает мою боль. Потом закинуть все эти дорожки на таймлайн, нарезать все буквально в один клик в Movavi видеоредакторе, накинуть уникальную, суперкрутую инфографику, которая авторская, отрисованная. Ни у кого такой нет, да, кроме тех, кто тоже скачал Movavi. Но это инфографики, просто огромное количество, магазин эффектов Movavi реально бесконечный, постоянно выходят новые комплекты, и вы можете украшать свой канал, не постигая всякие ротоскопинги, 3D-трекинги. Вот просто берете, перетаскиваете, и все очень классно работает. Более того, сделав видео очень быстро, буквально вот так в пару кликов, конечно, обработав голос, да, чтобы он таким крутым и качественным получался, как у меня сейчас, тоже внутри Movavi Video Redactor, с помощью встроенного редактора аудио, мы нажимаем экспорт, все, видео у нас готово, но если вы хотите сделать хорошую превью, например, такую, опять же, как на 94 фит, просто открываете фоторедактор Movavi, и делаете все тоже буквально в несколько кликов, и фоторедактор тоже входит в подписку Movavi Unlimited, просто открываете, нарезаете пару слоев, делаете минимальную цветокоррекцию, добавляете надписи, если это вам необходимо, и выводите. Вот и все, буквально в течение нескольких десятков минут мы сделали видео, которое может нам заработать тысячу-две тысячи долларов за несколько месяцев в программе, которая стоит вообще каких-то смешных денег. Более того, прямо сейчас на Movavi Unlimited действует скидка 85%, и если вы прямо сейчас перейдете по ссылке, кликните по ней и скачаете Movavi, вы получите все это счастье, всю эту радость Movavi, про которую я вам только что рассказал, поэтому переходите по ссылочке, если вы нас смотрите, если вы наши подписчики, для вас эта акция будет действительно. И самое крутое, что прямо сейчас в Movavi началось мажорное обновление всех наших программ, это значит, что в видеоредактор, например, заводятся суперкрутые фичи, как и во все остальные программы. Movavi Video Editor стал еще мощнее, благодаря целому ряду нейросетевых функций, вроде автоматической замены фона или шумоподавления. Screen Recorder теперь позволяет планировать запись и даже рисовать прямо на скринкасте, а новый видеоконвертер поможет повысить разрешение ваших роликов до 8 раз, и все эти новинки уже включены в Movavi Unlimited. Также рекомендуем приглядеться к годовой подписке Movavi Video Suite, если вам нужно работать исключительно с видео. Переходите по еще одной ссылочке ниже, чтобы получить не только Movavi Video Suite, но и приятный бонус за обновление. Ну а мы продолжаем. Ну и вот, наконец-то, мы добрались до каналов, которые мы создавали не по приколу, и не просто так, и не просто, чтобы кого-то научить, а чтобы реально зарабатывать. И вот первый канал, он же Arsurweiner, мы вместе с Артуром начали создавать техноблок на английском языке. Я думаю, вы многие знаете, что я продюсирую канал The Box, но когда мы получили обновленную монетизацию, если можно так сказать, в марте, мы были немножко расстроены, и я решил, что вместе с Артуром отличная инициатива взять и начать тот же техноблок, в котором у нас уже огромный опыт, только на английском языке. И как результат этого вы можете видеть, мы заработали больше, чем 25 тысяч долларов. Ничего себе. За полгода, да, в марте мы начали активно вести этот канал. 140 долларов мы заработали на монетизации в марте. 7 200 долларов мы заработали в сентябре. В октябре уже сейчас за 17 дней 6 тысяч. Ну, в общем, 10, я думаю, за месяц наберется. Плюс нужно учитывать рекламу, потому что реклама в этих роликах проскакивает регулярно, и сейчас она составляет примерно 50% от монетизации. Короче, результат максимально крутой. Но, опять же, что мы сделали такого, чтобы этот канал выбился настолько быстро? Посмотрите, некоторые наши ролики набрали больше полумиллиона просмотров в безумно конкурентной инфлюенсерской нише. И как это так вообще получилось? Главная фишка локализации в том, что если у вас есть опыт в определенные ниши, вы можете собрать все свои навыки вместе и перенести на другую языковую локаль. В нашем случае мы с русского перешли на английский. Ну, мы на русском тоже создаем. Но на английском сейчас канал уже зарабатывает больше. То есть на канале сейчас 28 тысяч подписчиков. Он зарабатывает больше, чем канал на 1,3 миллиона. Но суть заключается в том, что даже если вы не суперкруто говорите на английском, вам нужно просто найти того, кто будет говорить вместо вас. И сейчас, помимо того, что да, нужно делать крутые форматы, это очень важно, актуальные, очень интересные темы для миллионов людей, вирусные превью, название оптимизации, наполнение, чтобы оно было завлекающим. Это все вы можете посмотреть в наших старых роликах. Сейчас же я бы хотел приостановиться скорее на локализации. Все, что работало на Зе Боксе, мы просто сделали в своей интерпретации на Арсу Ревайнере и заработали больше 30 тысяч долларов за полгода. Ко мне многие обращаются с вопросами о том, как же правильно локализировать контент. И у нас в этом что-то получается. Главная фишка, не пытайтесь вот накинуть субтитры, накинуть озвучку сверху на ваши готовые ролики. Я понимаю, что вам бы хотелось верить в то, что это принесет результат, но это не принесет результат. Почему вообще существует озвучка и какой контент мы привыкли смотреть в озвучке? Правильно, это чаще всего какие-то мультики Дисней, либо голливудские блокбастеры. Почему? Суть заключается в том, что мы просто не сможем смотреть эти фильмы на русском языке. Их на русском не записывают. И мы не можем смотреть какое-то другое кино, например, Болливуд, он просто нам немножко по культурному гэпу не очень близок, а фильмы смотреть хочется. А большинство крутых фильмов так происходит, что выпускается на английском языке. Вся суть заключается в том, что если мы локализируем наш контент с русского на английский, единственный случай, когда это будет работать, когда наш контент безумно уникальный, что бы мы ни делали, это должно быть просто неповторимо. И никто на английском языке не должен быть вас лучше. Тогда ваш контент в переозвучке все равно будут смотреть. Если она качественная, крутая, интересная, то да, все будет работать. Но проблема заключается в том, что, скорее всего, на английском языке вряд ли будет их кто-то смотреть, потому что в 99% случаев в этих нишах уже представлен контент. И там есть нейтив спикер, и поверьте, он не менее харизматичный, чем вы. И он, в принципе, рассказывает плюс-минус те же вещи, только по-своему. И вы можете с ним конкурировать, если создаете тоже такой же контент, как и он, только по-своему. Да, но если вы делаете переозвучку, это в любом случае дает ему сто очков вперед. Поэтому что можно сделать? Можно взять все механики вирусные, байтовые, все какие-то приемы, фишки по удержанию. Самое главное, это, конечно же, темы, и просто переснять их на английский язык, в той реализации, в которой это будет интересно местному зрителю. Видите, у нас сработало. То есть мы делали, например, сравнение смартфонов Xiaomi, потому что в России они популярны. И мы начали делать сравнение айфонов вот в таком же ключе. У нас была куча роликов, типа, какой айфон купить после выхода айфон 13. Мы сделали похожий ролик, но немножко его видоизменили про айфон 14. Собрали полмиллиона просмотров. Опять же, обложки абсолютно одинаковые. Для наглядности покажу ролик, который мы записывали, не покупай Poco X3 Pro. Это очень популярный телефон на русскоязычном рынке. Ролик собрал 1,2 миллиона просмотров. При этом мы сделали то же самое с айфон 14 Pro. Ну, посмотрите, это же просто копирка, просто тема. На русском языке популярен Poco X4 Pro. На английском языке популярен айфон 14 Pro. Мы берем точно такой же байт, собираем этим роликом. 270 тысяч просмотров. Как за здрасте 1200 долларов за этот ролик. Спасибо большое зрителям из США. Ну, вы даже можете сравнить. Здесь 1,2 миллиона просмотров и 2000 долларов. А здесь 270 тысяч просмотров и 1200 долларов. Да, разница колоссальная. В оплате за 1000 просмотров. Да, в Америке действительно платят намного больше. У нас средняя цена за 1000 сейчас составляет 5 долларов 77 центов. Если мы говорим про канал The Box, это такой же техноблог на русском языке, он нам сейчас приносит 44 цента за 1000 просмотров. Да, против 5,77. Такая жизнь. Поэтому, если вы локализируете контент, найдите кого-то человека на английском языке. Вы можете сами, наконец, выучить английский за 10 минут, не выходя из дома. Нет, это не реклама. Ее здесь, к сожалению, нет. Но мы были бы не против. Но суть заключается в том, что нужно снимать контент заново. Можно переозвучить. Мы можем взять нарезки с нашей прошлой серии 94 фит и переозвучить их на корейский, на филиппинский, на испанский. И, в принципе, видеоряд сохранить. Но если у вас ролики с лицом в кадре, переозвучка вам, к сожалению, не поможет. Поэтому, если инфлюенсерский контент, то только снимаем заново. Ну, камон, вам будет легче. У вас уже эти ролики отсняты, вы их уже записывали. И ведете какого-нибудь человека, который знает английский. И прям вот по сценарию. Все, давай, говори. Он там говорит по-английски. Вы ему подсказываете, что там правильно, что он неправильно делает. Берете этого человека в долю с вашим YouTube-каналом. И бинго, все, у вас уже YouTube-канал на английском языке. Вот такой, как у нас с Артуром. Почему бы и нет? Ну и, наконец, блюдо для гурманов и для экстремалов. Это самый нажирный канал, который за эти даже не 6 месяцев, с мая, мы начали работать с этим каналом. Когда он зарабатывал 120-130 долларов из соображений конфиденциальности. Я не могу вам сказать, что это за канал. Но я могу показать его статистику и показать, что мы сделали, какой результат это принесло. Мы взяли его на 150 долларов в день и вывели примерно на 600-700. Прошло 4-5 месяцев. За это время канал заработал 80 тысяч долларов. Вау! Очень круто, очень классно. На самом деле, самое первое и банальное, что мы сделали, это стабилизировали выходы роликов и немножко увеличили число публикаций. Контента стало больше. Начали тестировать гипотезы эффективнее. Больше роликов стало заходить. Стало больше просмотров. Это прям важный факт. У практически 99% наших клиентов, у которых все получается, мы заметили такую отличительную особенность. Они все публикуются стабильно. А те, кто забивают на свой канал, часто не имеют таких классных и крутых результатов, как, например, вот здесь. Второе, что вы можете сделать на уже состоявшемся YouTube-канале, неважно на каком языке, это просто потестировать те ролики, которые у вас приносили больше число просмотров, просто в какой-то другой вариации. Накатить это на какой-то другой моментальный тренд. Просто достать один байт, вставить туда другой. Если у нас был формат, не знаю, я ем только гороховый суп 24 часа, и это собрало в какой-то вакуумной вселенной больше миллиона просмотров, снимите. Я ем только борщ 24 часа, поменяйте один суп на другой. Либо гороховый суп, но не 24 часа, а неделю, месяц, год, да? Почему нет? То есть все байты достаточно гибкие, и если вы уже снимали какие-то популярные ролики, сделайте их же, но только немножко видоизмените. Ну и, конечно, канал более чем на миллион подписчиков, который зарабатывает много денег, это не явление здесь и сейчас, и вы должны хорошо это понимать. Мы создаем канал The Box больше двух лет, там 1,3 миллиона подписчиков. Этот канал был создан полтора года назад, то есть в любом случае такие объемы это результат методичной, долгосрочной и, главное, систематической работы, которая, разумеется, должна выполняться хорошо и профессионально. И по мере того, как вы будете погружаться в любую нишу, вы начнете получать эти знания. Если эти знания уже у вас есть в нише, например, на русском языке, вы можете легко их взять и пропустить несколько шагов, как мы пропустили с Арсуром Вайнером. Если вы будете повторять это еще очень долго, например, вот мы с Артуром будем создавать этот канал еще год, еще два, еще три, я уверен, через год этот канал будет показывать не хуже результаты, потому что уже сейчас он не будет сильно уступать, если учитывать доход от рекламы. Кроме того, каждый раз, когда вы загружаете видео на свой YouTube канал и оно, возможно, не набирает столько просмотров, сколько вам бы хотелось, вы должны понимать, что любые каналы-миллионники сталкивались с этим огромное количество раз. Каждый канал-миллионник проходил стагнацию, проходил взлеты, проходил падения, например, как с этим каналом, который мы взяли совсем на отливе трафика. Но так или иначе, этот канал мог просто сдуться. Этот канал приносил не так уж много денег, и на него можно было бы просто махнуть рукой и забить, и начать делать что-то другое. Вы не получите миллион подписчиков за месяц или полгода. Как минимум, миллион подписчиков, это на моем опыте, от года стабильной работы. Я поднял больше пяти каналов золотыми кнопками, и ни на одном из этих каналов не получилось золотой кнопки меньше, чем за 18 месяцев. Поэтому, если вам кажется прямо сейчас, что вы никому не интересны, ваш контент никому не нужен, во-первых, поймите, что все блогеры-миллионники когда-то сталкивались и были в вашем положении. И они не какие-то сверхъестественные люди, и я не какой-то сверхъестественный человек, мы просто занимаемся этим дольше. У нас просто больше опыта, больше знаний и больше, возможно, уверенности, что если сейчас идет какой-то спад, ничего страшного, не нужно переживать. Бывают сезонности, бывает и 10 роликов подряд не залетает. Да, такое иногда происходит. Очень редко, но бывает. Это не повод останавливаться на полпути и прекращать создавать свой YouTube-канал. Я думаю, что вы сегодня убедились, что YouTube это самый лучший социальный лифт. Ребят, мы в марте вообще не занимались американским YouTube, но за 6 месяцев, буквально за полгода мы заработали, сколько получается, 80 этот канал, этот 30, этот еще 30. Это получается 113 тысяч долларов. И да, Mr. Invisible, да, еще 600 баксов. 113 тысяч 600 долларов за полгода. Не имея каких-то источников для налива. Да, это абсолютно реальная история, если просто долбить в одну точку и просто заниматься этим постоянно. И для нас это не то чтобы такая суперфокусная история. Окей, ребят, моя главная задача это помогать бизнесам, либо каким-то блогерам, наращивать их просмотры, растить их популярность, растить их бизнес, конверсии, продажи, масштабировать бизнесы и так далее с помощью YouTube. Для нас это изначально был как челлендж, было как хобби. Йоу, давай попробуем на Америку, что мы, чем-то хуже, чем они? Да нет, ничем не хуже. И когда мы начали создавать контент, мы поняли, что им сидят точно такие же ютуберы. Мы зашли на YouTube, у нас есть свой какой-то опыт, свои наблюдения, своя экспертиза. Мы ее применяем и понимаем, что можно делать лучше, чем средний американский блогер. А средний американский блогер, как правило, зарабатывает 15-20 тысяч долларов в месяц. Хорошие деньги, даже для США, да, там 15-20 тысяч долларов в месяц. Но это не тот уровень, который будет в вашей русскоязычной стране. Я вам могу это гарантировать. Поэтому, если вы боялись начать, вот он я, мой пример с головы до ног, без всяких прядок. Все честно показал, все честно рассказал. Ну а еще, если вы хотите получить профессиональную помощь от меня, от моей команды, пишите по ссылочке в описании мне в Telegram. Буду рад выслушать ваши предложения по развитию вашего дела, стартапа, YouTube-канала, бизнеса, чего угодно. И обязательно смотрите вот эти ролики, потому что в них много информации, очень крутой, бесплатной. Люди смотрят, вот пишут в комментах, что им нравится. С вами был YouTube-продюсер Влад Козыра. Увидимся в следующем видео. Всем пока.